МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом и не только поговорим с гостем в студии Надежда Владимировна Костенюк, директор Центра трудовой мобильности по Кустанайской области. Надежда Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать к нам в студию. Мы рады видеть вас вновь. Взаимно. Надежда Владимировна, ну вообще в целом, расскажите о льготном микрофредитовании молодежи. Это очень такая актуальная тема в этом году. Очень часто о ней говорят. Да, в этом году у нас в рамках национального проекта было новое направление, так можно сказать, это микрофредитование молодежи в возрасте 21 до 35 лет. Основными условиями является срок выдачи 5 лет до 5 лет, если это сфера животноводства до 7 лет. Так как само название, да, льготное микрофредитование, это льготная процентная ставка. То есть 2,5% годовых у нас идет льготная ставка. Сумма до 5 миллионов тенге. То есть максимальную сумму можно было получить до 5 миллионов тенге. Обязательным условием является это наличие залогового имущества. То есть у претендента, у участника программы обязательно должен быть залог. Залогодателем выступает как сам участник, так и третьи лица. То есть на основании договора залогового обеспечения могут выступать и третьи лица. В этом году было принято более 200 заявок. И на сегодня у нас уже выдано 199 микрокредитов, 199 участников на сумму 900 миллионов тенге. Сейчас у нас есть дополнительный транш. То есть буквально в конце ноября выделены были дополнительные деньги, дополнительное финансирование, 250 миллионов тенге. В данный момент ведется прием заявок. То есть на эти деньги у нас документы можно подать в агрокредитную корпорацию. И также можно обратиться в карьерные центры по месту жительства. То есть это во всех регионах нашей области. Для консультации, для проверки первоначального пакета документов. Но уже выдача идет, да, и основной пакет документов это принимает агрокредитная корпорация. А вообще в целом скажите, вот именно на какие сферы в большинстве случаев как раз-таки молодежь берет микрокредитов? Здесь у нас различные сферы деятельности. Это и услуги. И если брать сельские регионы, районные центры, это в основном идет животноводство. То есть сфера животноводства. Ну также и в регионах есть, у нас, например, Кустанайский район. Здесь были и услуги осенизатора. То есть такие направления. Открытие детских школ творчества. Открытие массажных кабинетов. В городе Кустанай, вот у нас одним из примеров, это открытие стоматологического кабинета. Также большой популярностью, можно сказать, пользуется установка кофемашин. Установка фильтров для очистки воды. То есть здесь вообще различные сферы деятельности. В городе Аркалуке, например, девушка взяла кредит на изготовление упаковок. То есть это упаковочные коробки она изготавливает. То есть как бы сферы деятельности различные. А вот что касательно суммы кредита, которые выдают, насколько мне известно, именно сферам животноводства чуть больше, да? Сфера животноводства это срок погашения до 7 лет. По срокам погашения до 7 лет сумма у нас идет до 5 миллионов тенге. А здесь есть льготный период, 1 треть от срока заема. То есть в этот период у нас как бы идет отсрочка от погашения основного долга, отсрочка от погашения процентов. И далее они уже оплачивают по суммам, по срокам свой кредит. А вообще, насколько молодежь активна в плане как раз-таки подачи заявок в составлении бизнес-планов? Ну, что касается сельских регионов, там молодежь более активна, можно так сказать. А основная часть заявок это все-таки идут сельские регионы, то есть это идут районы. Город Кустана и город Рудный, как бы здесь идет активность молодежи немного поменьше. Ну, это связано с тем, ну, лично мое мне не дает, считая так, что все-таки животноводство, да, у них более такое развитое направление, и поэтому они берут именно на сферу животноводства. В городе сфера услуг, ну, как бы немножко меньше идет. Ну, сейчас вот по второму траншу активизировался у нас, и город Кустанай активизировался, и город Рудный активизировался. То есть сейчас здесь тоже у нас идут заемщики, есть заемщики именно по молодежи. Ну, здесь еще такой назревает вопрос. Вот получается, претендент, да, то есть на микрокредит, он составляет бизнес-план. Вот какие основные критерии, вот на что обращают внимание как раз-таки члены комиссии? Бизнес-план, ну, как бы основное, это цель самого проекта, да, обязательно нужно цель указать, ну, соответственно, сумма, доходы. Обязательно претендент должен владеть окупаемость кредита, то есть через какой период времени, да, он окупится. Здесь нужно сопоставить, произвести анализ доходов, анализ расходов, то есть вывести прибыль, какая прибыль будет. Далее также претендент должен знать рынок, то есть рынок сбыта, в первую очередь, куда этот товар будет поставлен, да, можно так сказать, кому эти услуги будут предоставлены. Также они должны учитывать конкурентов, то есть какие есть конкуренты именно в этой сфере бизнеса. Далее просчитать и посмотреть, чем его проект интереснее, можно так сказать, да, просчитать, то есть просчитать все финансовые риски. Все это они должны отобразить в своем бизнес-плане. А бывали ли случаи, когда вот отказывали? Бывали случаи, но это очень низкий процент отказов. Там, если в целом брать по области, там 3-4 человека были отказывать, не всем претендентам. Там причины различные. Бывают претендент как бы не подготовлен, можно так сказать, да, он не смог презентовать свой проект. То есть после рассмотрения кредитной заявки, после всего пакета документов, это выносится на рассмотрение региональной комиссии. Региональная комиссия, это у нас здесь находится в области, да, это областная региональная комиссия. И здесь уже претендент, он обязательно свой проект защищает, презентует, защищает. Это и онлайн, и оффлайн, да, это по-разному, посредством связи. И поэтому бывали такие моменты, что просто претендент как бы не готов, можно было так сказать. И поэтому возникали сомнения. Но проекты были направлены на доработку, то есть были замечания, учтены все замечания. И вот у нас 2 человека, они буквально на следующую комиссию, да, там через определенный промежуток времени, они свои проекты защитили. Ну, отказов, порядка 2-3 отказов из всего количества. Минимальное, да, количество? Да, минимальное количество. А скажите, а вот на следующий год будут ли вноситься какие-то изменения? Ну, со своей стороны, вот мы, когда Центр трудовой мобильности управления координацией, мы выходили с предложением на аппарат, на Астану, о увеличении суммы. То есть, получается, если в городе, да, городская наша молодежь, у них залоги, соответственно, и оценка залогового имущества большая. Да, а кредит получается на 5 миллионов. То есть, по бизнес-оценке они могут взять кредит на большую сумму, исходя из их оценки. Поэтому мы вышли на министерство, вот, увеличить именно сумму микрокредитования до 10 миллионов. Ну, ждем. А как бы подтвердят, одобрят наши предложения, либо нет. Ну, я считаю, что это для, именно для городской молодежи, это более реальная сумма 10 миллионов, чтобы открыть свой бизнес. И, соответственно, у них позволяет эта оценка залогового имущества. Поэтому вот с таким предложением мы выходили. Насколько мне известно, вот, ранее молодежь, категория молодежи входила, как раз-таки вот, говоря вот о грантах на 400 МРП, да, раньше эта категория, то есть молодежь входила в эту категорию. Сейчас вот как раз-таки вот в этом году и создали другое направление, вот эти льготные микрокредитования. В этом году изменения именно были у нас в грантах. Сейчас у нас только социальные взаимыслы и население, да, это у нас многодетные, малообеспеченные, лица с инвалидностью, воспитывающие ребенка инвалидов. То есть именно молодежь с этой категорией, как можно сказать, исключили. Но если молодежь имеет целевую группу, то есть это молодежь лица с инвалидностью, да, они имеют право претендовать в грантах. Ну, при условии, что у них есть целевая группа. И вот именно для молодежи, ну, в прошлом году мы на комиссиях присутствовали, да, по выдаче грантов. Вот молодежь тоже задавалась вопросом и поднимали эту тему о том, что 400 МРП – это маленькая сумма для открытия собственного дела. И вот я так думаю, что в связи с этим именно в 23-м году выделили микрокредитование, льготное микрокредитование именно для данной категории. Ну, вообще в целом, вот, допустим, вот, насколько я знаю, чтобы претендовать на грант в размере 400 МРП, нужно обязательно наличие сертификата Бастау Бизнес. А вот в случае с льготным микрокредитованием – это тоже обязательно? Нет, в случае с льготным микрокредитованием сертификат не обязателен. Сертификат обязательно только для грантов, для участия вот именно в данном направлении. Ну, в этом году у нас прошли практически более 2,5 тысяч, около 2,5 тысяч, вернее, прошли обучение Бизнес по Сталу. То есть, как бы, тоже внушительная цифра, можно так сказать, по сравнению с прошлым годом. И вот именно прошли курсы обучения Бизнес по Сталу. А вот здесь вот еще такой вот вопрос. Что касательно вот претендентов, да, на микрокредитование? Там тоже, да, не обязательно, либо это новичок, либо тот, у которого уже есть действующий бизнес или… До пяти лет. До пяти лет. Да, получается, у нас претенденты являются, если это индивидуальные предприниматели зарегистрированные, то срок регистрации, срок действия ИП должен быть до пяти лет. То есть, это, можно сказать, так тоже у нас. Молодые предприниматели, начинающие предприниматели. Начинающие были, да? Да. Ну, вообще, я в целом думаю, да, что это вот такая стартовая площадка, такой хороший трамплин, в принципе, для молодежи. Да, это стартовая площадка. Также были проекты молодых предпринимателей, они уже на расширении бизнеса брали кредит. То есть, у них уже был первоначальный бизнес свой, и они брали уже на расширение, то есть, дополнительные средства. Ну, как бы, молодежь вот сейчас, в начале, ну, как бы, как всегда, когда новое направление, да, в начале оно немножко тяжеловато, что ли, начинается. И по претендентам, и по заявкам, уже в дальнейшем, когда это направление начинает реализовываться, и когда уже молодежь видит действительно тех, кто взял кредит, да, те, кто начал свой бизнес, и когда претенденты об этом начинают говорить, когда идет информационная работа карьерными центрами, да, в средствах массовой информации, все это, все эти условия, да, это хорошо, это все проводится. Ну, когда уже на конкретных примерах это показываем, это видят, тогда уже молодежь начинает более заинтересована в этом. То есть, они видят конкретный пример, человек взял, когда этот участник еще об этом говорит, об этом рассказывает, об этом показывает, тогда уже на основании этого уже теперь молодежь, как бы, более охотно, можно так сказать, начинают этим интересоваться, заинтересованы. Надежда Владимировна, скажите, а вот помимо льготного микроаккредитования, того же самого гранта в размере 400 МРП, да, то есть, если они входят, молодежь входит в категорию лиц, допустим, с инвалидностью или какие-то другие моменты, какие-то еще меры господдержки существуют как раз-таки в рамках поддержки молодежи? Именно для молодежи? Да. Да, именно для молодежи у нас это молодежная практика, это первое рабочее место, то есть, это все те направления, которые у нас уже, как бы, не новенькие, можно так сказать. Что касается молодежной практики, у нас в этом году, мы тоже уже неоднократно говорили, да, у нас поменялись условия, то есть, это и заработная плата 35 МРП, это у нас и срок прохождения молодежной практики до 12 месяцев, то есть, увеличился, ну, как бы, согласно закону молодежи, то, что у нас теперь молодежь до 35 лет, соответственно, и возраст молодежи увеличился. Вот эти основные условия. Первое рабочее место, это тоже у нас не новое направление, также, но продолжает это принимаем молодежь, также на срок до 18 месяцев, здесь уже идет у нас срок больше прохождения, и заработная плата, соответственно, также увеличилась. Контракт поколений, также реализуется контракт поколений, то есть, это также мы направляем молодежь в организации предприятия города, здесь у нас берется диплом последние три года, то есть, это обязательно диплом, если на предприятии есть сотрудник, который предпенсионного возраста, которому стало шесть менее месяцев до пенсии, то есть, это идет как замена, да, молодежь мы отправляем, и за ним закрепляют наставника, все свои знания передают молодому специалисту с целью трудоустройства уже на это место, то есть, где у нас предпенсионного возраста. Общественные работы, это наши общественные работы, и здесь мы направляем молодежь в свободное от учебы время, то есть, где-то идут у нас старшеклассники и студенты, в свободное от учебы время они могут пройти общественные работы. Общественные работы, это не требует профессиональной подготовки, не требует диплома в образовании, то есть, они могут также работать по данному направлению. Но, опять же, это временные рабочие места, да, это срок до 12 месяцев, ПРМ до 18 месяцев, но после временных рабочих мест подразумевается обязательным условием трудоустройства, то есть, конечная цель этого человека – трудоустройство на постоянное место работы. А вообще, часто, допустим, ребята, которые в рамках молодежной практики, допустим, трудоустроились, что они остаются на тех же местах, на которых начали работать? Да, ну, процентов 25-30 они остаются на том же рабочем месте. Но это уже зависит от самого выпускника, от самого молодого человека, как он себя зарекомендует, да, соответственно, и работодателям он будет предлагать работу. В госорганах зачастую такая практика – это государственные органы, да, то есть, пока они 12 месяцев работают, они набираются опыта, они в это же время, если есть вакансия, они сдают госслужбу и остаются в данной организации на постоянное место работы. Если много задают вопрос, тоже молодежь приходит, обязаны ли они отработать 12 месяцев, то есть, до окончания срока договора, здесь нет. Если есть постоянное место работы, и участник желает трудоустроиться на постоянное место работы, то есть, это только приветствуется. Потому что, как я уже говорю, конкретная цель, наш, да, и конечный результат – это трудоустройство на постоянное место работы данного участника. Ну, исходя из вышесказанного, можно, да, смело сказать, что в основном все вот эти вот направления, которые как раз-таки реализуются в рамках национального проекта, они в большинстве случаев как раз-таки, наверное, направлены именно на молодежь, да, то же самое первое рабочее место, молодежная практика, контракт поколений. То есть... Ну, согласно статистике, у нас за 10 месяцев из всего количества обратившихся и трудоустроенных порядка 40% составляет именно молодежь. То есть, по всем мерам, это и трудоустройство на текущие вакансии, и все наши меры временные рабочие места, порядка 40% – это именно молодежь. А вообще в целом, вот по каким направлениям в основном, допустим, молодежь проявляет интерес больше к какому направлению? Больше к какому направлению? То есть показатели в каких, так скажем, в каком проекте лучше? Ну, что касается, наверное, все-таки молодежная практика. Если взять именно по показателям, да, сколько человек было трудоустроено на все направления, то порядка 700-671 человек – это у нас был трудоустроен на молодежную практику. Ну, это цифры, говорю, областные. То есть это по области, в Кустанайской области. И если, например, сравнить с первым рабочим местом, да, на первое рабочее место порядка 300 – 272 человека по области было трудоустроено. Но все-таки как бы больше это у нас молодежная практика. Так как это выпускники, и без опыта работы не все работодатели, да, готовы принять человека, готовы принять выпускника. Как ему набраться опыта работы, если его нигде не принимают? А молодежная практика как бы это уникальная возможность. Здесь уже идет и опыт работы, и стаж засчитывается, и работодателю. Он принимает человека, то есть субсидируем заработную плату, да, все налоги, все выплачивает. Государство оплачивает участнику, и работодатель уже готовит как кадры для себя, можно так сказать. То есть за этот период, за 12 месяцев, ну, кто-то бывает, конечно, и раньше трудоустраивается. Поэтому здесь в плюсе и участник программы, и, соответственно, работодатель. И у нас буквально в прошлом году, с прошлого года, как бы есть такой KPI, как мы его называем, это трудоустройство именно в частный сектор работодателей, да. То есть сейчас как бы преимущество отдается именно частным структурам. То есть если у нас есть заявка от частника, да, и есть госучреждения, то есть по одному тому же направлению, то предпочтение, конечно, будет отдаваться частным структурам, частному бизнесу. Также нам известно, что в рамках национального проекта, помимо молодежной практики, контракта поколений серебряного возраста, есть такое направление, как по заявкам работодателей, да? Обучение. 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 Да, это у нас идет краткосрочное обучение, то есть наши курсы, да. В прошлом году у нас как бы выделили два направления, это идет краткосрочное обучение по заявкам работодателей и обучение на рабочем месте. То есть по заявкам работодателей, нам работодатели, вот сейчас мы до 4 ноября принимали заявки. Ну, соответственно, прием заявок будет продолжен и дальше в течение года. Но вот сейчас мы собирали заявки, основные заявки от работодателей по востребованным специальностям. То есть по востребованным специалистам, какие нужны именно специалисты. А какие именно нужны? Ну, здесь по как бы тоже различным. В основном работодатели идут по рабочим специальностям. Это повара, это парикмахеры, это газоэлектросварщики, это слесари по ремонту электрооборудования, слесари по ремонту автомобильного оборудования. Также у нас есть и администраторы, то есть обучали и администраторов, кондитеров, очень много кондитеров. По заявкам работодателям также есть региональная комиссия в начале года, которая утверждает у нас реестр и утверждает оплату за обучение. И мы заключаем договора, это у нас колледжи, учебные центры регионов, и заключаем договора, обучаем данных специалистов, заключаем с ними соцконтракт. У нас идет четырехсторонний соцконтракт, то есть организация образования, сам студент обучающийся, работодатель и мы как ЦТМ. И по завершению обучения в рамках социального контракта работодатель, согласно его заявке, этого студента, уже выпускникам, принимает к себе на работу. То есть это является обязательным условием. После прохождения курсов, курсы у нас до шести месяцев, ну как показывает практика, в основном это трехмесячные курсы. Это что касается по заявкам работодателя. Также у нас обучение на рабочем месте. Это работодатель подает заявку, именно обучает на рабочем месте, у себя, в своей организации. Здесь у нас оплачивается 20 МРП самому студенту. Если по заявке работодателя при обучении мы оплачиваем стипендию, да, иногородним это оплачивается проживание и проезд, единовременная выплата. И также внесли изменения, буквально два года назад мы оплачиваем медицинскую справку. То есть оплата медицинской справки также уже включена в наши услуги. И что касается обучения на рабочем месте у работодателя, здесь оплачивается 20 МРП, как заработная плата. И соответственно по акту выполненных работ мы оплачиваем этой организации. И здесь, конечно, трудоустройство, ну так же само собой, да, подразумевающее, что работодатель после прохождения, после обязанного его трудоустроить. В этом году внесли изменения, то есть в течение года он должен у него отработать. И соответственно это трудовой договор, да, сейчас как бы все проверяется, все прозрачно. Это обязательное условие наличия пенсионных отчислений, это обязательное условие. Обязательное условие заключения трудового договора, и уже человек продолжает работать именно в этой организации по данному направлению. Вообще в целом можно сказать, что создаются максимально такие комфортные условия для того, чтобы вот самое главное иди и работай, так скажем. А вообще в целом, Надежда Владимировна, вот, ну я думаю, что и наши зрители об этом прекрасно знают, об этом говорилось не раз. Вот в июле этого года был принят социальный кодекс, в рамках которого как раз таки, так скажем, произошло преобразование, да, что теперь центры занятости населения всеми известные, они сейчас преобразовались в карьерный центр. И, соответственно, вот, были созданы в каждом регионе центры трудовой мобильности. Вот хочется здесь об этом поговорить, немного об итогах. Вот вообще, что скажете вообще в целом? Ну, в целом, работа центров занятости, она не изменилась, да, то есть были они центрами занятости, сейчас они являются карьерными центрами. Они также у нас выполняют функцию трудоустройства, это работа с работодателями, это работа с оискателями. Сейчас большая часть, как бы, да, направлена именно на работу с работодателями. То есть это разъяснение всех наших мер господдержки, разъяснение по электронной бирже труда, то есть разместить вакансии, как подать вакансии, как трудоустроить человека. То есть сейчас, как, да, у нас век информатизации, все через систему. То есть сейчас больше вот уклон направлен именно на работу с работодателями, донести, что есть такие меры, как это работает, как это функционирует. Есть возможность, не выходя из дома, да, и подать заявку, подать заявку на любую меру, подать заявку вакансии, которых имеется, трудоустроить человека. То есть, как бы, вот основная работа сейчас направлена именно вот в этой сфере. Да, также в карьерных центрах сейчас везде есть уголки самообслуживания. То есть любой желающий может самостоятельно зарегистрироваться, подать заявку, посмотреть все эти заявки. Заходя на сайт Инбек, да, на электронную биржу труда, как работодатель, так и соискатель может найти себе работника. Если соискатель, то он может также найти себе подходящую вакансию. Может рассмотреть заявки по мерам занятости, по какой категории он подходит, на какую меру он может претендовать. То есть, как бы, в этом плане информационная работа. То есть, сейчас мобильные центры занятости будут функционировать в этом году. Это будет по отдаленным регионам выезжать, также по каждому региону, по каждому сельскому округу. Вот буквально вчера-сегодня мы готовили график, именно составили график, составили планы работы этих мобильных центров. То есть, вот они будут проводить именно эту работу. По разъяснению, в сельских регионах, там, как бы, большая часть пойдет разъяснение именно соискателями. Помощь в регистрации, то есть, все будут, так же, как это ГРУДА, Инбек, помощь в оформлении композитной услуги. То есть, не обязательно им нужно будет приходить в центр занятости, приезжать в районный центр. Они смогут самостоятельно, вернее, они это и могут делать. Но просто сейчас это все нужно будет донести до населения. Хотя население у нас уже информировано, это, как бы, не первый год, но, как бы, работа вот сейчас будет усилена вот в этом плане. Что касается нас, как центра трудовой мобильности, да, у нас, мы будем координируем все это на своем уровне. То есть, так как они наши филиалы. Основная наша задача сейчас, это разработка региональных карт занятости. То есть, на основании данных регионов мы уже разрабатываем карту занятости и по области. То есть, это будет областная. Контроль за реализацией этой карты занятости. Контроль за реализацией проектов. То есть, у нас реализуется, да, много проектов в области. Создание рабочих мест, наша программа переселения, да. То есть, мы сейчас должны сформировать эту карту занятости так, куда мы можем направить этих людей, да. Если есть где-то, ну, проблемные моменты в регионах, там, нехватка рабочей силы. То есть, мы уже анализируя, видим эту ситуацию и уже, например, будем переквалифицировать, да. Нужно будет специалистов, например, направить в тот или иной регион. Как бы, вот сейчас вот основная работа, это именно перетоки рабочей силы. То есть, в каком-то регионе не хватает, да, рабочей силы, а в каком-то регионе, например, переизбыток. То есть, и весь этот анализ проводим, весь этот анализ проводить, чтобы как бы равномерно, да, можно так сказать, распределять рабочую силу, да, что где создаются рабочие места, соответственно, уменьшать уровень безработицы на основании всего этого. Ну, и, конечно же, вот реализация, да, вот национального проекта по развитию предпринимательства, наверное, одна из основных таких ключевых задач, да? Да, реализация, вот, как я уже говорю, это наши меры занятости, то есть, все это также остается за карьерными центрами, вся эта работа, плюс наша композитная услуга, да, то есть, это прием документов при регистрации в качестве безработного на пособие по потере работы, также это карьерные центры, всем этим они будут заниматься. Ну, и, наверное, такой уже завершающий вопрос, Надежда Владимировна, вот вы уже ранее своей речью упомянули о том, что как раз-таки, в принципе, у нас население информировано, но, тем не менее, хочется спросить, какую информационную работу вы проводите как раз-таки в рамках освещения своей работы и вообще в рамках освещения вот этих всех направлений, которые именно, так скажем, вот как раз-таки направлены на то, чтобы трудоустроить безработных граждан, ну, и помогать им, вот, желающим открыть собственное дело. Ну, что касается информационной работы, да, ну, наверное, одним из направлений это странички в соцсетях, да, это все инстаграм-страницы всех карьерных центров, также наши, да, как центры трудовой мобильности, постоянно обновляем информацию именно на сайтах. На сайтах Акиматов мы обновляем информацию постоянно. Что касается именно нашего областного центра, карьерный центр города Кустаная, также они проводят информационно-разъяснительную работу в местах большого скопления людей, также они выезжают в отдаленные регионы города, да, как с ярмаркой вакансии. Это брошюры, это буклеты, это информационное освещение, то есть в СМИ, да, в газетах, это ролики, это материалы выходят, а также сейчас мы, именно положительные примеры, вот, как бы полгода, да, этих, мы в основном делаем положительные примеры уже по получившим микрокредитованию об участниках программы, и эти положительные примеры мы стараемся осветить. Если информация у нас есть на радио, то есть у нас выходит информация на радио, что касается вот именно города, да, это у нас в центре, да, где радио, то есть мы эту информацию размещаем на радио. Что касается молодежи, информирование, это ярмарки вакансий, это у нас постоянно ярмарки вакансий, мы выезжаем во все вузы, во все колледжи, Это у нас буквально сейчас после Нового года, в начале февраля, это все начнется. То есть это у нас идет работа с молодежью постоянно. Я принимаю участие и в ярмарках вакансий, и у нас есть круглый стол, совет по делам молодежи. Меня туда приглашают, мы работаем с молодежью, всю эту информацию. Мы работаем напрямую с молодежным ресурсным центром. То есть если у нас есть информация, которую нужно осветить, мы с ними работаем постоянно. Они нам помогают среди молодежи эту информацию. Ну как бы вот в таком плане. То есть с вами проводится объемная работа. Надежда Владимировна, мы говорим вам спасибо за то, что вы уделили время, посетили нашу студию и вновь проинформировали нас и наших телезрителей о таком важном вопросе, о вопросе трудоустройства, развитии вообще предпринимательской деятельности в нашем регионе. Еще раз вам спасибо и желаем вам успехов в дальнейшей вашей работе. Спасибо. Уважаемые телезрители, ну а наше эфирное время подошло к концу. С вами была Первая студия. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова